Субтитры сделал DimaTorzok Жду всех в музее Цветаевой на лекции об опере Садко к новой премьере в Большом театре. Записаться и купить билет можно по ссылке под этим видео. Продолжается вечный конкурс на лучший комментарий месяца. Приз – билет на концерт Роланда Велозона 14 февраля в Зале Заряди. Пишите смешные комментарии под любым видео в январе, и, может быть, приз достанется вам. Не знаю, как вы, лично я не скучаю по отсутствию концертов и спектаклей в начале января. Тут было несколько событий в Москве, но я в результате их проигнорировал, а то, что мне теперь пишут диаметрально противоположные мнения и по поводу концерта Джойс Ди Доната, и рождественской оратории Баха под управлением Юровского, вновь показывает, что я правильно сделал, что никуда не пошел, остался дома. Вообще, почему-то именно в эти бесконечные праздники не хочется тратить время зря. Удивительная возможность собраться с мыслями, довершить недоделанное. Я вот активно занялся сборником по Зальцбургскому фестивалю, надеюсь, на следующей неделе выпустить его уже в электронном виде, а к концу января получить первый тираж, и 29 января в Музее Цветаева я провожу презентацию этой книги. Конечно, готовлю новые лекции, этот год ведь битковенский, кругом будет полно новых постановок Фиделио, и я готовлю специальную лекцию об этой прекрасной опере, которая у нас, увы, не идет. Она может оказаться полезной для всех, кто собирается в этом году на любую постановку и первой редакции «Леоноры», и окончательной редакции «Фиделио». Ну и, конечно, в эти дни я пересматриваю кучу видеозаписей, до которых раньше не дошли руки. Сегодня вот в кинотеатрах в Москве передавали Трубадура Верди из «Арены Девероны», которую я видел позже этим летом с менее светским составом. А запись с Анной Нетребко и ее мужем у меня валялась в какой-то папке, и смотреть ее, в общем, не очень хотелось. В первую очередь потому, что спектакль этот детско-тюзовский, пересматривать его в принципе не хочется, особенно, как вспомню, там такой смешной балет. Районная самодеятельность области Венета. Впрочем, про спектакль я рассказывал подробно летом, посмотрите по ссылке, которая сейчас появится. Но тут я решил пересмотреть эту запись, интересно же, за что люди тысячу рублей платят в кино. И честно вам признаюсь, что я так давно хорошо не смеялся. В первую очередь от того, что наша сладкая парочка залезла на белых лошадей и понеслась вскачь за кулисы. Но им, видно, не сказали, что сидеть как в кресле на лошади нельзя, там надо работать специально. Поэтому эта рысь не забудется мне никогда. Знаете, кто хоть раз садился на лошадь, а внизу стоял инструктор, тот наверняка слышал, что ты как мешок кое с чем сидишь. Вот это был именно тот случай. Знаете, мне кажется, что эти люди совсем заиграли звезд. Им кажется, что эти три минуты на лошади живьем, в другом составе это делали статисты, как мне помнится, это и есть самое важное, что должны делать настоящие звезды. В принципе, все это мне напомнило еще и детское тихотворение Успенского. Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне, а старушка в это время мыла кактус на окне. Дальше при пересказе возникает множество вариантов этих комбинаций. И доходит, доехал Ваня на окне, вел старушку на ремне, ну а кактус в это время мыл собачку на окне. Вот и наш старик Нетребко со своей старушкой все время подменяет театральную игру этой небесной красотой костюмов и украшений. Бархатные платья лучше бархатных голосов. Ювелирная огранка на пальцах выгоднее смотрится крупным планом, чем ювелирная огранка вокала. Честно надо сказать, что он прикладывает нечеловеческие усилия к вокальной части, и даже вытягивает до в стрете, хотя крупный план показывает его печальные глаза перед этим. Этот трескучий тембр и полное отсутствие в принципе актерских способностей никак не может придать этому, к сожалению, смысла. А с тех пор, как он похудел, голос дребезжит еще сильнее. И вот я думаю, что это вердевское стихотворение вышло бы более гладким, если бы ее фактуру, ее природный талант, который нищает на наших глазах с невиданной скоростью, да помножить на его старания доказать всем, что он никому не обязан своим успехом. Вот это было бы дело. Его жена, кажется, озабочена больше своими накладными буклями. Трубадур – это не тоска, здесь трудно петь на автомате. Ушли в прошлые времена, когда хотелось играть и создавать образы. Теперь не до них. В чужом репертуаре надо все время думать о том, как бы спеть то вверх, то низ. Поэтому работа над партией выстраивается следующим образом. Отпеть вверха в первый выход, благо там не ми-бемоль. Дальше можно все время занижать и расширять, налегая на драматизм. Обидно, что вверха, когда-то петые ею с такой легкостью, сегодня поются точно сопрано все время скачет на коне, тремоло странное, дикция невнятная, согласные как-то едва произносятся. Вообще, если когда-то она начинала как моцартовская певица, подавала надежду как белькантовая, и ведь та же Анна Болейн была спета хорошо и сыграна, то сегодня скатилась в какой-то странный верийский микс. Половина проектов нынешнего сезона – тоска. Еще куча сольных концертов, где можно спеть пару арий, и уже успех. Ария – это не партии, хотя и сочинители победоносных пресс-релизов всегда их путают. За последний год я сделал 20 роликов про сладкую парочку, и некоторые нетребкистые и вазовцы просто бьются уже в истерике в комментах «Отстаньте от наших собачек, фикусов, окон и коней». И, возможно, я бы не стал так часто об этих людях говорить, но мы, кажется, дожили до того дня, что от них никуда не деться, они потихоньку перекрывают кислород всем. Куда не поедешь, там они. Какие трансляции не возьмешь, там они. То поврось, а то вместе. В принципе, ими уже торгуют по принципу два в одном. И я вспоминаю, как раскручивали когда-то парой Аланию с Георгио Дракулетой. Это было душно, но как-то можно было проскочить мимо. Сейчас рынок просто задыхается от нашествия Кубанско-Азербайджанского союза. И когда одна очень влиятельная дама из «Метрополитен» спросила меня, как мне понравился спектакль «Турандот» в МЭД, я делал об этом роли, кстати, я ответил, что тенор мне совсем не понравился. Она просто выпучила глаза и ответила, это же Анин муж, так будто Аня поет за двоих. Ужасное время, когда повторив сто раз халва, во рту становится сладко. А я уже по утрам боюсь включать бритву. Вдруг и оттуда закричит этот тенор, который учился у каких-то частных педагогов в Италии, но не стесняется писать в биографии, например, для Мюнхена, что обучался в Московской консерватории и у самого Карелли. Как будто взять мастер-класс у Карелли – это то же самое, что быть его учеником многие годы. Уж про Московскую консерваторию – это, конечно, враки. Но людям этим ничего не страшно. Они уже достигли того уровня, когда даже явная ложь их поклонниками воспринимается как откровение. Всё же остаётся пожалеть тех, кто вынужден слушать их чаще вдвоём. Это певцы в любом случае разного уровня. И если кто-то поначалу думал, что Примадонна будет использовать своего нового возлюбленного в качестве ручной собачки, тот ошибся. Теперь любого артиста можно продать как звезду. Было бы желание и деньги, конечно. Вон, говорят, Динара Алиева спела травиату в Ковенгарден с успехом. Сначала Алиева оплатила дирижёру Орену, любящему большие гонорары. Потом дирижёр Орен позвал её на замену больной артистке в Лондон. Вот такой правильный азербайджанский подход к делу. Что никак не меняет отношение к этой артистке тех, у кого есть хотя бы маленькие ушки. Да, в Мюнхене проданы три турандот с нашей парочкой. Помните, я расскажу об этом. В Зальцбурге уже проданы все билеты на их тоске. Думаю, что и осенний чёс по России пройдёт триумфально. Люди просто будут падать в ноги и благодарить за то, что доехали. Но эти артисты точно знают, что на трансляции из арены надо выкладываться, а на концерте в Москве можно не пытаться брать до. И всем им будет вместо до беловежская пуща в перемешку с собачкой и старушкой. Надо поехать куда-нибудь в Самару, что ли, посмотреть это народное ликование «Аля Гагарин вернулся из космоса». Да, и, конечно, такого для настоящих артистов мало не бывает. С другой стороны, я очень хорошо понимаю простого и непритязательного зрителя. Вот что ещё ему смотреть в трансляции? Хочется вот именно такого ведь, сказочных декораций, лошадей, алтарей, пылающих золотом. Камера летает над ареной Деверона, как сумасшедшая, чтобы показать все траченные молью чудеса этого спектакля. И что бы вы думали, в трансляции всё выглядит как новенькое, всё блестит. Вот что такое сила телевидения. Но если пробежаться по другим трансляциям, которые, например, сегодня можно посмотреть в интернете совершенно бесплатно, то понимаешь, что найти на этом рынке что-то абсолютно прекрасное очень непросто. Посмотрел я, например, на сайте Opera Vision записи Ромеона из Неаполитанского театра Сан-Карло. Не самая лучшая музыка России, но уж чистая виртуозность всё время требуется. А кто будет эту виртуозность сегодня озвучивать? На фоне слабых теноров царит американка Анджела Мид, которая легко справляется со всеми фиоритурами, хотя неверно было бы сказать, что всегда чисто. И хотя Мид царит одинокой глыбой во всех смыслах на сцене, нам сегодня не хватает какого-то движения. Нет, не бессмысленного окружения, как у Дзефирели, когда разные проведения темы проходят на разных ступеньках, а какого-то осмысленного артистического образа. Переключаешься на сайт Брюссельского театра Лемоне и смотришь спектакль сказки Гоффмана в постановке Кшиштофа Варликовского, который сегодня выдает бесконечное число оперных постановок, позабыв о том, что вчера он был ещё культовым драматическим режиссёром. Первые 15 минут недоумеваешь, потом начинает развиваться раздражение. К концу спектакля понимаешь, что ненависть к Варликовскому уже зашкаливает. Это не спектакль, а погоня за картинкой про лихие 60-е, которая кочует из одной постановки в другую. Это неумение работать с актёрами, попытка нагрузить их действием, причин которого они не понимают. Вот прекрасная певица Патрисия Пятибон. Совсем недавно она шикарно пела Альцину в Эксе. У неё неплохие вокальные данные и огромный актёрский талант. Но ему нужно всегда находить границы. Почти 20 лет назад я приглашал её в Большой театр. Она пела камерный концерт с пианисткой Сюзан Манов. И вот обе они превратили песни французских композиторов в цирк. В дело пошли шляпки, шали, игрушки, какие-то синтетические пауки. В общем, мне тогда ещё стало понятно, что Пятибон нужен постоянный наставник, который будет её талант пускать в мирное русло. Варликовский же, наоборот, отпускает певицу и даёт ей полную свободу. Пятибон мастерица-кружевница. Она делает странные фирматы. Она умеет тянуть ноты так долго, что сходишь с ума. Она может мычать и выть. И всё это она делает виртуозно. Просто посмотрите хотя бы куплеты Олимпии, о которых я, собственно, и говорю. Но почему-то от всего этого, в сочетании с кожаным платьем розового цвета, создаётся эффект полного отторжения. Заставляешь себя буквально смотреть дальше и перестаёшь понимать, зачем сопрано с таким голосом, в принципе, берутся петь все три партии. Всё же ещё акт Антония им как-то подходит. От Джульетты сложно уже. Кстати, так было и с Ольгой Перетятько в сентябре в Вене. Олимпию с Антонией ещё можно было слушать, а вот Джульетту уже нет. Но главное расстройство – это, конечно, работа Варликовского. Меня, когда я собирал вопросы в конце года, спросили, как отличить настоящую режиссуру от подделки. А я всегда на этот вопрос отвечаю. Если режиссёр открывает для нас хоть крошку нового в давно вызубренной опере, а не плетётся в хвосте у других, предлагая нам открытые банальности, вроде «Трвиата» из публичного дома, он уже достоин похвалы. Вот Варликовский за последнее время очень редко радует, ну, может быть, вакханками в Зальцбурге. А как вспомнишь его «Соломея» в Мюнхене или «Леди Макбетницентского уезда» в Париже, так просто подташнивает. Ведь я рассказывал недавно о том, как кинорежиссёр Джеймс Грей неожиданно справился со свадьбой Фигара, да ещё в классическом оформлении. Кстати, очень неплохие вакханки-хенцы сейчас лежат на сайте Opera Vision в постановке Барри Коски с Владимиром Яровским за пультом. В общем, это как в стихотворении Успенского. Главное не перепутать местами собачку и фикус. Вначале надо услышать музыку, а потом уже браться что-то ставить. Кстати, всё же такое бывает. Поэтому я зову всех на показы в кинотеатр «Победа», где буду транслировать качественные спектакли. 30 января я там представляю Турандот Пучини в мадридской постановке Боба Уилсона, а 22 февраля будет «Волшебная флейта» из Зальцбурга. Приходите и учтите, что после просмотра будет обсуждение спектаклей. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале «Сумерки богов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова